Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Бровченко. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у них во влоге, вы ставьте лайки. Да-да, активнее ставьте лайки, потому как говорят, что лайки продвигают видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в порте новых обзоров. Ну а Бровченко отмечают День Матери. Даже не столько отмечают, сколько вот поздравляют больше Таню с этим днём. И для того, чтобы поздравить Таню, надо иметь подарки. Для того, чтобы иметь подарки, надо за ними съездить. В общем, да, как правильно мне написали в чате, в телеграм-чате, это прям вот целый квест для Бровченко. Поехал Боря Старший за подарками. Объездил практически весь город для того, чтобы купить подарки. Но опять же, подарками это было очень тяжело назвать. Скорее так, знак внимания, как мне показалось. Но обо всём по порядку. Приехал он к торговому центру Аура. И нет места на парковке, представляете? Просил Бога Боря о месте на парковке. И Бог сразу же ему дал это место. Представляете, как здорово. Помнится мне, когда Боря в прошлый раз просил хорошей погоды у Бога. Бог мне дал хорошей погоды. А тут дал хорошее место на парковке. Ну вот. Хоть что-то. И магазин весь отбегал Боря. Всю эту ауру отбегал. Но подарка так и не нашёл. И вот вы знаете, вот так вот послушать Борю, можно подумать, что вот прям что-то сверхъестественное он ищет. Вот. Прям Таня заслуживает лучшего. Что-то такое он ищет, чего в принципе в этих магазинах обыкновенных нет. Что необыкновенно ищет. Оббегал всё. Все ноги себе сбил. Но в итоге окажется, что всё, конечно, не так. Не нашёл, говорит, не о том подарка. Цветы хотел хотя бы купить. Но цветы оказались очень дорогими. Поэтому да. Тут он цветы не купил. И поехал Боря дальше искать подарок. Всё ещё интрига. Интересно, какой подарок. Прям вот действительно что-то такое, вот как никогда. И этим, чем-то таким сверхъестественным, знаете, что оказалось? Сёмга и горбуша. Да, да. Какие-то сушёные палочки. Какая-то вот эта рыба в палочках. Пакетик сёмги, пакетик горбуши. Соломка какая-то, да. И Боря нашёл пивно в магазине, в котором вот эта самая рыба была. Думаю, это вот Таня хотела сёмгу и горбушу? В пивно в магазине Боря купил? Почему ж пиво не купил? Ну, всё по-честному. Не просто ж так есть сёмгу и горбушу, да. Тем более в таком вот виде. Да, соломкой нарезанную. Ну, как мне кажется, всё-таки Боря купил пиво. Боря, потому как вряд ли он был в пивном магазине и пива не купил. А после этого будет говорить, что нет-нет, мы не пьём. Не-не-не. Если пьём, то только нулёвку. Ну, в это я с трудом верю. С большим трудом я в это верю, потому как надо вспомнить, как выглядел Боря. Вот даже когда вот они совсем недавно ходили на какой-то там фильм. Да, вот у них было свидание без детей. Боря выглядел весьма оригинально после того, как они вышли из кинозала. И у него был какой-то рюкзак ещё плюс ко всему. Да и Таня тоже выглядела тоже, так вам сказать, не так, как всегда. Так что, Боря, надо было брать пиво. Нам ты мог бы сказать, что взял нулёвочку, а там мы-то не проверим, что на самом деле ты взял. Так что, чё ты так? Взял сёмгу, взял горбушу, бери уже и пиво. И Боря рассказывает, что наконец-то в одном каком-то магазинчике этого самого города он нашёл всё-таки цветы. И когда вот он эти цветы покупал, сказал, что для мамочки все так, вау, для мамочки. Точно, правильно Таня сказала. Скорее всего, подумали, что брал для своей мамы. Но Боря, видите, не уточнил, для кого цветы. И зато, когда вот он выбирал этот сам подарок, сверхподарок, суперподарок, да, какой-то, вот эту самую сёмгу и горбушу, Боря говорит, ну вот, надо хороший подарок подарить Тане. И я так рад, что я нашёл этот подарок. Ведь не просто так родить шестерёх детей. Да, попробуйте, мол, выродить шестерёх детей. Боря, ну главное не родить, а главное воспитать, поднять детей, дать им крышу над головой, дать им образование, кормить их, одевать их, ну и так далее. Воспитывать детей нормально, чтобы они не смотрели голодными глазами на всех и всяк. Чтобы они были одеты, обуты. У них было бы хоть какое-то образование, чтобы хоть как-то они могли бы в этой жизни устроиться. Но видите, нет, главное для Бровченко это родить шестерёх детей. Вот видите, Таня родила шестерёх детей, всё, уже героиня. А как эти дети дальше будут жить? Как у них дальше жизнь служится? Эта Бровченко вообще не волнует. Так что всё-таки я считаю, что лучше родить меньше, да? Лучше, да? То есть не за количеством гнаться, а за качеством. Но видите, у Бровченко почему-то за количеством гонка. И очень удивительно, почему Таня и Боря решили больше не иметь детей. Вы ж так любите количество. Надо было ещё рожать, седьмого, восьмого. Ну чего вы так скромненько всего-то на шести остановились? Надо было ещё больше рожать. И тогда, представляете, как бы тогда они с собой гордились. Таня там просто была бы до седьмого неба от счастья. Боря тоже был бы счастлив. В следующий раз пошёл бы выбирать подарок на День Матери. Глава, представляете, семерых, восьмерых, девятерых родила. Это вам не просто так, это вам не одного там двоих родить. Это, смотрите, прям вот уже она молодец какая. Однако почему-то сейчас Бровченко остановились до рождения. А раньше же говорили, что не-не-не, нельзя, сколько Бог даст. Оказывается, всё-таки можно рожать в зависимости от того, сколько вы хотите детей, а не сколько Бог хочет детей. Да? Всё-таки как-то можно этот процесс регулировать. Надо же. Почему же раньше так было не сделать? Всё-таки очень интересный вопрос. И Таня сама, представляете, говорила, это верующая семья, кстати, да, что вот двоих детей, последних двоих детей, им Бог дал. Как бы они особо не хотели, ни Максима не хотели, особо не Боря Младшего, но уже вот так получилось, что забеременела Таня и родила. Но четверых детей, Таня сказала, вот прям это оптимально для них, а шестерей это уже как-то вот многовато. То есть понимают, в принципе, Бровченко, что лучше качество, чем количество. Но, видите, пока они могут остановиться. И если бы не сделали эту самую вот операцию, о которой нам Таня говорит, то я думаю, что они Бровченко рожали бы, рожали бы и рожали бы. И Боря каждый год, когда покупал бы подарки Таня на День Матери, говорил бы, вы посмотрите, какая она у меня. Родила столько детей, такая молодец. Но я не думаю, что, кстати говоря, дети, когда вырастут, скажут, вы знаете, наши родители такие молодцы, они нам дали всё. От себя последний кусок отрывали, но делали так, чтобы мы не чувствовали себя ни в чем обделёнными. Думаю, что вряд ли так скажут дети Бровченко о своих родителях. Хотя вот вы знаете, правильно вы мне пишете в Телеграм-чате, даже вот самые такие вот родители, которые не думают о своих детях, абсолютно не думают, они и то на первом месте у своих детей, особенно когда дети вырастают, приезжают к этим родителям и на колени перед ними падают и говорят, ой, какие вы у нас классные, какие вы у нас хорошие родители. Хотя, в принципе, этим родителям дело не было на этих детей. Дети жили, как придётся, и ели, что попало, и так далее. Что найдут, то есть едят. Родители были заняты всем, чему угодно, только не детьми. Обустройством своей личной жизни, например. Очень часто бывает такое, что мама занята, а дети одни вообще в принципе дома, а мама то с одним, то с другим, то с третьим. И вот вы знаете, да, такие вот дети вырастают, и потом очень благодарны своей маме ещё, представляете? И эти дети любят своих родителей больше, чем дети из обыкновенных семей, из нормальных семей. Вот это какой-то такой вот парадокс. Так что я не удивлюсь, что дети Бровченко тоже будут в восторге от своих родителей. Вот вырастут, и даст Бог, у них всё в жизни сложится, они ещё будут боготворить своих родителей. Всё может быть. Но, слава Богу, ни Таня, ни Боря не занимаются обустройством личной жизни. У них всё хорошо. Они обрели друг друга, они нашли друг друга, они счастливы друг с другом. Ну, хотя бы так. Ну, а то, что детей не кормят, не образовывают, не одевают, не воспитывают толком. Ну, что сказать. Вот такой политики они придерживаются. Что Таня, что Боря. И вот Боря замечает, мол, Таню надо любить и правильно поздравить. Представляете, а если неправильно Таню поздравить, что Таня сделает, интересно? Будет рвать и метать? Вот, и надо любить, обязательно надо. Как-то так, даю установку, надо любить Таню. А как выяснилось, обожает Таня розы. Представляете, вот Боря подарила ей три розы, три таких длинных розы. Таня в восторге, конечно, но запрещает Боре дарить ей эти самые розы часто. Да. Но, говорит, когда вот у нас будет свой собственный дом, у них там будет какой-то садик, полисадник перед домом, и обязательно засадить всё розами. Ну, что же сказать. В этот раз идея фикс засадить всё розами. В прошлый раз, когда хотели дом купить и купили его в Горохово, да, идея фикс была завести своё фермерское экохозяйство, экоферму какую-то. И даже Таня там посадила огородик, какие-то овощи высадила, помнится мне. По-моему, помидоры, если я не ошибаюсь, была такая плантация помидорная, небольшая. И что, бровчинка, разворнулись и уехали в какое-то путешествие вместе с детьми. И это всё, конечно, погибло. Никто за этим делом не ухаживал толком, никто не поливал. Хотя, в принципе, соседку просили, но извините, кому надо, ухаживая за чужим огородом. И в итоге, если они собрали там килограмма два-три максимум помидоров с этого самого огорода, это уже было хорошо. Но такая же участь, я думаю, постигнет и розы тоже. Но Таня хочет, чтобы Боря каждый раз, когда он захочет её поздравить цветами, не срезанные цветы покупал бы, а вот кустики роз. Один сорт роз, второй сорт, третий. Таким образом, целый розарий будет у Тани под окнами. Посмотрим, конечно, как они эту мечту осуществят. И кто будет ухаживать за этими розами. Или как детей. Главное родить, а как дальше они будут жить, это уже их проблема. Так же с розами будет. Главное, посадить, а как дальше, то за ними будут ухаживать. И накрывать их на зиму, ну и так далее. Обрезать и прочее. Это уже второй вопрос. Я думаю, тебе никто вообще, в принципе, заниматься не будет. Таня, наверное, считает, что само оно как-то вырастет. Он растёт же у людей, да? Растёт. Ничего, и у Бровчинка тоже вырастет. На то, что розы надо и удобрять, и обрезать, и укрывать. И ой, столько всего надо сделать для того, чтобы растение имело какой-то вид. И не погибло бы. Таня, наверное, об этом не думает. Тимофей приготовил торт в виде сердечка. И, конечно, Тане он кусочек тоже дал. Таня счастлива. Сам приготовил, сам придумал, как форму сердечка сделать. Но тоже он заморочился. Если верить Боре старшему, то Тимофей сначала из какого-то то ли пластилина, то ли из конструктора. В общем, форму сердечка вылепил. Потом перенёс на бумагу и потом вырезал этот самый шаблон, что ли. И уже по этому шаблону он уже коржи вырезал в форме сердечка. Ну, конечно, он не ищет легких путей, Тимофей. Но мог бы Боре старше подсказать, как проще это сделать. Как сразу. Это всё на бумагу перенести. Даже на перенести, нарисовать на бумаге. А потом на пергамент перенести. И как сделать так, чтобы это сердечко было симметричным. Но то ли Боря старший не хотел сделать это. Не хотел помочь своему ребёнку. То ли не знал, как это сделать. Тоже может быть. То ли не догадался. В общем, да. Конечно, Тимофей молодец. Он заморочился. И сделал всё-таки в итоге то, что он хотел. Но, повторюсь, он не ищет легких путей. Саша подарил сердечко из бумаги. Да. И билетик на массаж. Всё-таки массаж же такой вот. Не в самом деле, что нет. Просто вот подарил билетик на массаж. На бумаге, что-то там нарисовал на любом листе. Таня говорит, вот, мол, дети знают, что я люблю массаж. Ой, ну что. Совсем скоро, я думаю, Таня будет требовать от детей. Настоящие билетики на массаж, на спа и прочее. Потому как дети обязаны содержать родителей. Родители детям ничего не должны. А вот дети родителям просто обязаны. Боря-младший подарил открыточку. Интересная открытка. Она как-то там разворачивается. Интересно. Интересно, он сам это всё придумал? Или всё-таки с подачи Бори старшего? Просто интересно. Или дети и тут сами всё должны были искать в интернете, находить, вырезать, клеить, лепить. Очень интересно. Боря-старший помогал детям? Или дети должны Таню правильно посравить были сами? Без какой-либо инициативы со стороны взрослого? Не знаю. Таня говорит, что пакетик с этой самой горбушей Таня уже открыла и ребят угостила. Да, это цитата. Угостила. Представляете? То есть по одной палочке, да, получается, досталось каждому ребёнку. По одной соломинке, что ли. Ну и Боря-старший спрашивает, мол, а сама ты поела? Не переживай, Боря. Таня поест. Вот за Таню переживать вообще не надо. Таня у детей заберёт, но она голодна, никогда не останется. Но Таня отвечает, нет-нет. Я сейчас, мол, не готова есть. То есть в больших количествах Таня имела в виду, да. Почему? Потому как пиво ждёт. Ждёт, когда съёмки закончатся, и можно будет достать то пиво, которое всё-таки, как мне кажется, Боря купила в этом самом пивном ларьке, в томном магазинчике. Не зря же двери в комнату, в спальню, простите, Бровчинка старших запирается изнутри. Всё это не зря. Ну а пока дверь ещё открыта, идут съёмки, заходит Максимка в комнату и просит у Тани эту самую рыбку. Видимо, Максима Таня обделила, и поэтому она ему даёт целых две этих самых соломки. Представляете? Две соломинки дала ребёнку. Максим счастливый и довольный поел, часть в комнате у них, потом вышел из комнаты. Потом Саша или Тимофей. Тимофей зашёл, и Таня ему говорит, ну всё, иди уже, иди. Под съёмки, мол, иди. И выпроводила из комнаты. Вот так нормально, да? Так можно хоть десятерых детей иметь. И вообще не заморачиваться, чем живут дети, что они там делают, сказать, идите отсюда. Мы сейчас закроем дверь изнутри и будем есть и пить в волю. И дети послушно выходят из комнаты. И это ещё не считая того, что у них есть у Бровченко старших, так сказать, законный выходной от детей. Да, по воспрессовению, по-моему, они устраивают его. И дети знают, что даже думать нельзя о том, чтобы зайти в комнату к родителям. Надо сначала постучаться. Понятное дело, комната закрыта изнутри. И если нет никакой такой вот прям супер важной причины, как нам Таня рассказывала, да, ну подумайте десять раз, что у вас за причина, по которой вы можете потревожить родителей. Если нет такой прям архиважной причины, то лучше в комнату не заходить. Этот день только для Тани и Бори. Вот так. А с кем там самый маленький ребёнок остаётся? На кого? Таню и Борю это, понятное дело, вообще не волнует. Ну а когда отмечали день отца, Таня уже рассказывает, говорит, скинулись с детьми на шоколадки для Бори. Это вообще нормально? С детьми скинулись. То есть дети имеют деньги. Я так понимаю, те самые карманные, которые выдаёт им Таня, а может быть часть денег дети сами заработали. Возможно и так, потому как они на дому какие-то цветочки делали, что-то ещё вот такого плана. И вот скинулись для чего? Для того, чтобы купить папе 10 шоколадок и 10 синихерсов. И Таня говорит, ну не пойду же я сама. Мол, ей накладно. А чё же ей там накладно? Так она не многодетная мать. Я уверена, что есть какие-то льготы на проезд в общественном транспорте. Ну в конце-то концов. И они сейчас живут не за городом, они живут в черте города. То есть какой-никакой магазинчик всё равно где-то рядом есть. Могла бы взять Максимку, самого младшего, да? Могла бы взять Борю, тоже младшего ребёнка. И старших уже оставить друг на друга, так сказать, да? На полчасика. А самой пойти в магазинчик. Какой-то ларёчек. Но всё равно я не думаю, что у них рядом с их домом нет даже самого захудалого ларька. В любом ларьке продаются шоколадки и синихерсы. Нет, Таня говорит, накладно будет ей. Придумала Таня. Поэтому, пока Боря была в магазине, она позвонила ему и сказала, вот купи те шоколадки, которые вот ты сам бы себе хотел, потому что якобы от детей поступил заказ. Ну и Боря спрашивает, какие ей нужны шоколадки? Таня говорит, возьми на свой вкус. То есть получается, ну в итоге, понятное дело, Боря выбрал для себя самого, там у нас с орешками, без орешков, что он там хотел. Но, получается так, Боря потратил свои деньги, да, в магазине, потом пришел домой и дети ему эти деньги, получается, вернули. А Боря взял эти деньги. Нормально вообще так? Под присмотром Тани, потому как руководит финансами в семье все-таки Таня. И попробовал бы кто-то из детей не дать какую-то сумму, да? Ох, бедный был бы тот ребенок. Все равно вот не любит. Поэтому лучше дать по-хорошему. В общем, конечно, да. Вот так Таня все это с улыбкой обставляет, все это красиво о Боре рассказывает. А так, если копнуть чуть глубже, то волосы стоят дымом. Что за порядки в этой семье? Кстати говоря, Таня была в этом ролике в сиреневой своей любимой футболке, в той самой, которую вот она совсем недавно приобрела, и без нижнего белья. Это было очень хорошо заметно, что нижнего белья на Тани нет. По-прежнему нет. Посмотрим, когда Таня приобретет себе нормальное нижнее белье. Ну, а на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока!